Таможенный пост сегодня прошли Дед Мороз и Снегурочка, чтобы поздравить детей с предстоящими новогодними праздниками. В здании Нижне-Тагильской таможни в рамках Дни Милосердия прошел прием детей из малообеспеченных семей и реабилитационного центра «Радуга». Наталья Филимонова с подробностями. Артисты творческих коллективов спортивно-бальных танцев «Виктория» и группа «Композитор Апрель» устроили для детей из реабилитационного центра «Радуга» настоящий праздник. Сюда, в здании Нижне-Тагильской таможни, пришли порядка ста ребят, в числе их и Максим Кулаков. Для Деда Мороза он приготовил стихотворение. Брата попросил, чтобы он залез в интернет, нашел стих. Вот брат прочитал, вот выбрал этот. Алена на праздник пришла вместе с мамой Ларисой Кошкиной. В их семье двое детей. Младшая, говорит, Лариса Александровна родилась здоровой. А вот у Алены со здоровьем небольшие проблемы. Но, несмотря на это, девочка увлечена пением. Она очень любит у меня петь. И особенно песни. Потому что у нас очень плохое зрение. Видит-то она не очень хорошо. А вот на слух воспринимает. Все очень прекрасно. Листья жёлтые над городом кружатся. Исполнить детские мечты и подарить Тагильской детворе праздник помогли сотрудники Нижнетагильской таможни. Это старая добрая традиция. Уже на протяжении пяти лет мы её придерживаемся. И я думаю, что в будущем, конечно, это незаменимый атрибут нашей служебной деятельности. Празднику были рады все. Родители в адрес организаторов выразили искренние слова благодарности. Спасибо большое. Очень мне нравится, что детей приглашают на ёлку. Подарки дарят. Всё организовано. Всё очень прекрасно. Мне очень это нравится. Всем большое спасибо. Наталья Филимонова, Дмитрий Охотников, Егор Игошин. Новости Тагил-ТВ. Такова была информационная картина дня. Нам интересны и ваши новости о жизни родного города. Если вам есть о чём рассказать, звоните по телефону 4195-51. Или оставляйте сообщение на сайте телекомпании. Автор самой позитивной новости получит приз от спонсора рубрики «Компания Комат». А я с вами прощаюсь. Хороших выходных. Выпуск продолжит новости спорта с Александром Сальниковым.